Приветствую всех дорогие друзья, в этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать 10 гигабитный лайк. И только с вашего позволения я начну с продолжающихся изменений в видеокартах RTX 4000. Компания Nvidia продолжает изменять спецификации своих новейших видеокарт, а КПТ Сим Кими оперативно публикует свежую информацию. На этот раз немного поменяли RTX 4080 и теперь она должна получить 9728 ядер CUDA. Это означает, что Nvidia снизила количество активных SM-блоков с 80 до 76, но в остальном 4080 также потребует 420 Вт мощности и будет поставляться 16 Гб памяти GDDR6X через шину 256 бит. Ну и судя по последним данным, все видеокарты RTX 4000 будут оснащены памятью на 21 Гбит в секунду, и 4080 точно не станет исключением. Что касается условных результатов в 3D Market, то КПТ Сим Кими не стал их менять, так как из-за урезки блоков могли вырасти частоты, которых мы по сути и не знаем. Пару дней назад партнеры AMD представили целую кучу топовых материнских плат на сокете AM5 и по сути говорить там пока не о чем, так как нам не раскрыли даже рекомендованную частоту памяти. Поэтому я загрузил все рекламные слайды в свой Telegram и в ВК, и на них вы можете найти всю полезную информацию по каждому производителю. Но куда интереснее, что Gigabyte рассказала о выпуске платы Taken для сокета AM5 и она будет построена на чипсете B650. Эта серия у Gigabyte предназначена для разгона и обычно комплектуется двумя слотами под оперативку. Сама AMD уже подтвердила, что у B650 будет разгон памяти, однако для экстремального разгона пока рекламируется только X670i. Таким образом Gigabyte в очередной раз намекает на чипсет B650i, который AMD официально никак не комментирует. Или же это просто намек на то, что обычный B650 вполне подойдет для хорошего разгона. Но в любом случае так или иначе это хорошая новость, ведь именно B-чипсеты красных обычно славятся огромной популярностью. Релит же материнских плат и процессоров должен состояться 15 сентября, что буквально вчера подтвердила компания MSI. В свою очередь нынешние шестиядерники продолжают продаваться по вкусным ценам на Алиэкспрессе, и это 11 с копейками тысяч за 5600 и 12 с копейками за 5600X. Ссылочки на них я как всегда оставил в описании под роликом. Кэш память процессора Ryzen 9 7900X будет намного быстрее чем у текущего поколения на Zen 3. Тест 7900X показал, что пропускная способность кэша L3 в полтора раза выше, чем у Ryzen 5000 и она достигает полутора тысяч гигабайт в секунду. А при сравнении с Core i9-12900K и вовсе получается, что результат новинки AMD в зависимости от режима лучше от полутора до трёх раз. При этом задержка составляет всего 10 нс, что вдвое лучше чем у Alder Lake, но на уровне текущего поколения Ryzen. Таким образом кэш уже получился более быстрым, а добавление дополнительного 3D кэша в будущем позволит просто купаться в быстрых мегабайтах. По словам авторитетного немецкого издания Eager's Lab, дискретные видеокарты Intel столкнулись с очередной проблемой. Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, что один из ведущих партнеров компании отказался от производства видеокарт данной серии в своем исполнении. Игорь Слаб не говорит, кто именно из партнеров Intel решил отказаться от производства, однако сообщается, что такое решение он принял, поскольку усомнился в качестве продукта. Следует отметить, что к настоящему моменту желающих выпускать свои версии арков можно пересчитать по пальцам одной руки. Это китайская GAN-NIR и ASRock. Ну и MSI с Asus вроде тоже хотят, но они официально еще ничего не подтвердили. Портал Tom's Cartway, в свою очередь, обратился за комментариями в Intel Graphics, чтобы прояснить эту ситуацию, но там на запрос пока не ответили. Компания Intel доверит компании TSMC производство встроенной графики для процессоров Meteor Lake, в которых GPU будет представлены отдельным кристаллом. Изначально запуск производства был запланирован на вторую половину этого года, потом Intel сдвинула сроки на первое полугодие 2023, а недавно старт производства был внезапно перенесен на конец следующего года, как сообщает TrendForce. Таким образом, на весь 2023 год высвобождаются забронированные ранее производственные мощности TSMC, а единственным клиентом на 3 нм остается Apple. Из-за этого TSMC придется замедлить процесс расширения производства, чтобы избежать чрезмерного простоя передовых мощностей. По версии TrendForce, инцидент окажет влияние на планирование компании капитальных затрат на 2023 год, и они могут оказаться меньше, чем в текущем году. И пожалуй стоит отметить, что другие клиенты TSMC, включая AMD, Mediatek и Qualcomm, планируют выход 3 нм продукции только в 2024 году. Это значит, что только через два года у тайваньского подрядчика ожидается значительный рост доходов. А вот что касается Meteor Lake, которые должны быть совершенно новым поколением Intel, то с ними явно будут траблы. Так как если встройки для них только начнут делать в конце следующего года, то выход процессоров состоится только в 2024 году. А это уж точно не играет на руку синим, так как согласно плану процессоры должны выйти в конце следующего года. На этой неделе спикер американского парламента Нэнси Пелоси посетила Тайвань и вызвала этим крайнее недовольство КНР, которая считает остров своей частью. В итоге тайваньские компании, располагающие предприятия на территории Китая, столкнулись с трудностями в получении импортируемых товаров. Как выясняет Nikkei Asia, формальным предлогом для задержки товарных партий, поступающих в КНР из Тайваня, стала проверка на предмет упоминания Китайской республики или Тайваня на упаковках и в сопроводительной документации. И поскольку власти КНР считают Тайвань частью территории страны, любые упоминания о географической и административной обособленности острова ими не допускаются. Если в поставляемых на территорию КНР товарах подобное несоответствие будет обнаружено, вся партия будет задержана таможенными органами страны. По данным источника, с подобным противодействием уже столкнулась компания Pegatron Technology, у которой действует предприятие на территории Су-Чжоу. Власти КНР усилили контроль за поступающими из-за рубежа на это предприятие товарами, обещая задерживать продукцию, которая в качестве страны происхождения упоминает Тайвань или Китайскую республику. Самое интересное, что подобные ограничения действуют уже не первый год, но следить за их соблюдением власти КНР начинают только в периоды обострения противоречий с Тайванем. А в случае с Pegatron ситуация была усугублена появлением в прессе фотографий с деловой встречи Нэнси Пелоси с представителями компаний. Ведь помимо руководства TSMC, на фото был замечен и вице-президент Pegatron Джейсон Чень. Специализирующаяся на майнинге биткоина компания Riot Blockchain в июле сократила объемы добычи криптовалюты и потребления электроэнергии. Излишек электрички она вернула обратно поставщику и на удивление сумела на этом заработать, так как на фоне рекордно высокой температуры воздуха в Техасе цена на электричество значительно подскочила. В июле компания вместе с другими майнерами отключила часть оборудования, поскольку в штате установилась аномальная жара в 37 градусов по Цельсию. На фоне погодных условий люди стали активнее пользоваться кондиционерами и другим оборудованием, что создало дополнительную нагрузку на электросеть штата и на цену. Из-за этого компания сократила на своем объекте потребление энергии на 11 717 МВтч, чего хватило бы в среднем на снабжение 13 121 дома в июле. В итоге такое отключение от части оборудования и возврат по более высокой цене принесло майнерам 9,5 млн долларов, что с лихвой компенсировало убытки от сокращения добычи биткоина. И на оставшейся части оборудования компания в прошлом месяце добыла на площадке 318 биткоинов, что в июльских ценах эквивалентно 7 млн долларов. То есть компания заработала на отключении части асиков гораздо больше, чем оставшиеся смогли накопать за целый месяц. И это реально очень интересный случай, когда майнеры отключили оборудование и смогли на этом заработать, так как обычно происходит ровным счетом да наоборот. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал, подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok